Говорит Спорт Рупор и в эфире про бренды и сегодня мы поговорим про шоссейные велосипеды американского бренда Track Bicycles. Погнали! В прошлый раз мы с вами разбирали горные велосипеды от бренда Track Bicycles, одного из самых крутейших на планете Земля. И если в горном сегменте Track идет нога в ногу со всеми современными велосипедными брендами в плане категории, то в шоссейном сегменте эта компания достаточно традиционна. Но несмотря опять на всю свою традиционность, многие модели из шоссейного сегмента Track по-своему реально уникальны. Мне, например, если поставить все именитые бренды в ряд, например, как Specialized, Canyon, Giant и так далее, и сказать, что у меня неограниченный бюджет и выбирая какой хоть шоссейный велосипед, то я выберу один из трековских байков. Но правда, увидеть все эти классные шоссейные велосипеды от компании Track в России не представляется возможным. Это опять же благодаря поставщику. Мы с вами опять же видим только алюминиевые модели и капельку-капельку карбоновых. Но давайте об этом немного позже. С чего мы с вами начнем? Конечно же, с модельного ряда. По каким критериям мы будем отличать один шоссейный велосипед от другого? Помимо всех геометрических особенностей каждой из категорий мы будем отличать один велосипед от другого по следующим критериям. Первое. Это комфортабельность рамы. То есть, если притянуть за уши, это насколько велосипедист максимально вертикально сидит на самом велосипеде. То есть, чем прямее мы сидим, тем нам с вами комфортнее. Кроме того, здесь также учитываются и разные амортизационные характеристики. Вторым критерием является аэродинамика рамы. И это, можно сказать, обратное состояние комфорта. Здесь, по отчете, положение велосипедиста максимально горизонтальное для того, чтобы меньше сопротивляться встречному воздуху. И самый пик аэродинамичной посадки – это использование лежака руля, например, на тех же разделочных велосипедах. Третий показатель – это ширина покрышек. Если по-простому, то узкие покрышки – это больше скорости и больше аэродинамики. А широкие покрышки – это больше комфорта, управляемости и проходимости. И четвертый критерий – это материал рамы. И здесь, по сути, бывают всего лишь навсего два варианта – это либо алюминий, либо карбон. Но они также имеют некую классификацию внутри себя. Как вы помните, по всем выпускам про шоссейные велосипеды в рубрике про бренды мы начинаем с середины, когда мы говорим о модельном ряде. А именно с категории под названием «Классическое шоссе». Почему середины? Потому что, по сути, все эти велосипеды классической категории обладают средними качествами с точки зрения комфортабельности рамы, а также аэродинамики. Покрышки у данной категории у компании Трек имеют ширину 25 мм. И это, скажем так, стандарт. Представляет эту категорию у бренда Трек модель под названием «Эмонда», которая существует как в алюминиевом, так и в карбоновом вариантах. На самом деле, эта категория у компании Трек имеет много чего общего с аэрошоссейной категорией. То есть, если взять всю рулевую, то она, по сути, взята именно оттуда. А так, этот байк максимально легкий, максимально жесткий и имеет какие-то некие новые отголоски в аэродинамике. Алюминиевая версия очень сильно отличается в плане усиления узлов, формы и так далее от карбоновой версии. Вес топовой рамы составляет в 54-м размере 700 грамм. Это, на самом деле, достаточно хороший показатель, но на рынке есть и полегче варианты. Идем в сторону аэродинамики. И здесь у нас на очереди категория под названием «Аэрошоссе». Велосипед такой категории сделан с использованием большего количества карбонового волокна для большей аэродинамики, а также для более обтекаемой формы. И здесь у Трек существует произведение искусства под названием «Мадонн», который, на мой взгляд, и, кстати, не только на мой, является самым крутым аэрошоссером в мире. В чем же его прелесть? Он гармоничный и аэродинамичный. У него максимальный коэффициент жесткости, а также он имеет абсолютно внутреннюю проводку, включая всю рулевую. Технология гашения вибрации из-за спид, которая применена именно на этом велосипеде, вообще разошлась по всем другим категориям, а также не по категориям, а также и перешла в маунтинбайки. И, тем не менее, впервые она появилась именно здесь. По сути, эта технология заключается в демпфере, который делает управляемым пустоту между верхней трубой, подсидельной трубой, а также верхними перьями. Кроме того, трек предлагает также и кастомную покраску трека Madone на ваш выбор и на ваш кошелек, и это тоже очень крутая опция. Представлена данная категория исключительно в карбоновом виде. Ипогеем аэродинамики в шоссейном сегменте является разделочный велосипед, который создан как для раздельного старта, так и для триатлона. Эта категория предназначена для одиночного, то есть раздельного старта, именно поэтому эта категория так и называется. И создан данный байк для хорошего асфальта. И здесь коэффициенты аэродинамики максимально высокие, не только за счет руля лежака, а также за счет аэродинамики рамы. Ширина покрышек здесь 25 мм, но вы также можете легко установить либо 23, либо 28. Модель, которая представляет данную категорию, имеет название Speed Concept, и она как раз-таки совсем недавно только обновилась. И на мой взгляд, трек как отставал в этой категории, так и продолжает отставать, потому что здесь нет никаких сверхинновационных новых штучек, которые бы дали этому велосипеду реально конкурентное преимущество. Байк имеет хорошую геометрию и форму для максимизации аэродинамики, но сюда зачем-то вставлена технология из-за Speed, которая, честно говоря, здесь вообще не нужна. Триатлоном в велосипеде гашение вибраций это не самая важная функция, здесь важна аэродинамика, удобство и так далее. В Speed Concept есть интегрированное хранение для съестного питания, но на самом деле этим уже особо не удивить, у многих брендов уже это существует как лет 5. А у таких брендов, как Specialized, Canyon и Scott, даже существует интегрированное отделение для поилки, вот это вот уже реально важная история для триатлонного велосипеда. А вот для питания интегрированное отделение это уже, скажем так, не ноу-хау. И Speed Concept бывает исключительно в карбоновом варианте. Такой велосипед в алюминии сделать очень сложно. Теперь уходим от аэродинамики в сторону комфорта, где мы будем немного уменьшать коэффициент аэродинамики и увеличивать комфортабельность рамы. И категория под названием Endurance шоссе уже имеет совершенно другие показатели по комфорту и аэродинамике, а также по ширине покрышек. Например, ширина покрышек у всех предыдущих моделей была 25 мм, когда здесь уже 32 мм. И здесь представлена еще одна легенда от компании Track под названием Domani, которая отличается в лучшую сторону от многих конкурентов в сегменте Endurance шоссе. Модель имеет как и задний демпфер, так и передний картридж изоспид, который гасит вибрации. Передний изоспид реализован немного проще, потому что это по сути гуляющая рулевая в рулевом стакане. Кроме того, в нижней трубе есть целое интегрированное отделение для хранения всяких там техничек, комплектующих и так далее. Это очень удобно, когда ты ездишь на дальняк. Но мы все это говорим про карбоновую версию, потому что в алюминиевой версии, а тут она есть, всех этих прелестей с точки зрения технологии просто нет. Следующей категорией является всеми любимый гравийный велосипед, который имеет еще меньше аэродинамики, еще больше комфорта, а также более широкие покрышки со значением 40 мм. И здесь эта категория представлена моделью под названием Checkpoint, которую по факту можно назвать прокачанной моделью Domania. То есть здесь от Domania перекочевали такие технологии, как изоспид спереди и сзади, так и интегрированное отделение для хранения технички. Но помимо всех геометрических отличий между велосипедами, здесь также есть и две новые фишки. Одной из которых является то, что сюда можно воткнуть очень широкие покрышки, например, со значением 2,1 дюйма, а также куча бонок для того, чтобы крепить всякие там багажники, сумки и так далее. То есть здесь куча отделений для хранения. Алюминиевая версия Checkpoint здесь также не имеет ни технологии со спид, ни интегрированное отделение для хранения. То есть также такой некий усеченный формат. Заключительной категорией у компании Trek в шоссейном сегменте является Cyclocross. Эта категория имеет большую проходимость, небольшой коэффициент аэродинамики и небольшой коэффициент комфорта. Но ширина покрышек здесь такая же, как и у Endurance Chossera, имеет значение 32 мм. И тут, как бы это странно ни звучало, у Trek есть целых две модели, потому что в остальных категориях представлены везде по одной. Алюминиевая версия циклокроссового велосипеда с карбоновой вилкой имеет название Rocket. Карбоновая версия представлена моделью под названием Boone. И она имеет уже задний изо спид карбоновую вилку, ну то есть это уже полноценный карбоновый циклокросс. Велосипед в целом мало чем отличается от всех других циклокроссовых на рынке. Но тем не менее, циклокросс это крайне, скажем так, строгая с точки зрения норм по постройке велосипеда. И да, кстати, не забывайте, те, кто себе хотят гравийный велосипед, но его нет в наличии и хотят вместо него купить себе циклокросс, не делайте это ошибки. Я всегда это повторяю. Вот такой вот модельный ряд у нас с вами получился в шоссейном сегменте от компании Trek Bicycles. И все, скажем так, серединные модели из данной таблички имеют по-своему уникальные свойства, которые отличают их достаточно сильно от всех конкурентов на рынке. А вот циклокросс и разделочные категории, на мой взгляд, у этого бренда являются, ну скажем так, обычными. То есть они ничем не отличаются от своих конкурентов. Теперь у нас на очереди комплектации, где сверху у нас будет название модели, которую мы с вами рассмотрели только что, а сбоку все комплектации. Кроме того, дополнительный столбец со всеми комплектациями походу вам понравился. Поэтому я его сюда тоже добавлю, чтобы вы точно знали, какой велосипед прямо сейчас перед вами. И у Trek бывает всего два поставщика комплектующих, это либо Shimano, либо SRAM, и я их обозначу цветом. Shimano синие, а SRAM красные. Как всегда серым цветом я буду обозначать все алюминиевые модели, причем здесь есть аж два варианта алюминия. Один вид алюминия называется AL, это самый начальный, он имеет маркировку 100. А второй алюминий имеет название ALR, и он имеет маркировку 300. Это более усиленный, более крутой и легкий алюминий. Зеленым цветом, как всегда, я обозначаю карбоновые модели, причем здесь бывает аж три варианта карбона, хотя Trek на самом деле везде коммуницирует только два. SL это карбон 500 из серии, который достаточно легкий и жесткий. SLR это самый топовый карбон от бренда, который имеет маркировку 800. А также здесь есть карбон с маркировкой 600, но только он не имеет никакого другого названия. Поэтому я про него расскажу немного позже. Модель классического шоссера Emondo представлена всего лишь навсего в одной алюминиевой версии на топовом алюминии ALR на системе Shimano 105. А карбоновых версий пруд прудит от самых начальных до самых топовых комплектаций на карбоне SLR, а также системами Shimano Dura SD2 и SRAM RED E-TEP. Endurance шоссе Damani уже существует аж в четырех алюминиевых версиях на самом базовом алюминии AL. Причем самое интересное то, что здесь есть самая простая комплектация на системе Claris, а также на ободных тормозах. А в топе тут уже полнейший жир. Тут есть все то же самое, что есть у модели Emondo, но исключением всего лишь навсего одной модели, то есть на топовом карбоне SLR на системе SRAM FORCE E-TEP AXS. Аэрошоссер Madonna представлен исключительно в карбоновом варианте, причем две из этих карбоновых версий идут на самом обычном карбоне под названием SL, когда пять комплектаций идут на топовом карбоне SLR. Триатлонный разделочный велосипед под названием Speed Concept вообще не существует в обычном 500-м карбоне под названием SL. Здесь исключительно карбоновые версии SLR, причем все трансмиссии у всех велосипедов только электрические. Гравийная модель Checkpoint идет аж в двух алюминиевых версиях на топовом алюминии ALR, причем обе эти системы на GRX, только одна из них 400, другая на 600. А карбон представлен в максимально широком ассортименте с точки зрения комплектующих. Здесь используются все гравийные системы за исключением компаньола E-CAR. Подробно про все эти гравийные системы вы можете посмотреть здесь по подсказке в отдельном ролике. А вот несмотря на обособленность циклокроссовых моделей под названием Крокет и Бун, здесь идет всего по одной комплектации в каждой из этих категорий. Алюминиевая модель Крокет идет на 1Х системе на механике от SRAM Rival. И помните, я говорил про тот самый уникальный карбон с маркировкой 600? Так вот, именно в модели Бун идет именно такой карбон. И он существует по сути в единственном экземпляре именно в этой модели. И я, кстати, думаю, что это просто вопрос времени, когда эта модель обновится, тут наверняка появится либо тот самый 800, либо 500 карбон. Это лишь вопрос унификации. И вот мы и разобрали с вами все комплектации и их достаточно приличное количество. Но не кажется ли вам то, что в России мы практически не видели таких велосипедов? И вас не обманывает это чувство? И проще это объяснить на ценах. Перед вами слайд со всеми комплектующими, которые есть в шоссейных велосипедах у бренда Trek. И мы сюда, по аналогии с горными велосипедами, вписываем рублевые цены только тех велосипедов, которые представлены на территории России. И теперь мы опять убираем все лишние комплектации, которые не представлены на нашей территории. И мы получаем удручающую картину. Вот серьезно, на территории России даже когда-то появлялись карбоновые версии шоссейников. Например, тот же Trek Domania с L4. Но тем не менее, по факту их на территории России нет. Спросите, например, у той же компании Specialized, какое у них соотношение по продажам алюминиевых и карбоновых шоссейных велосипедов на территории России. И вы очень удивитесь, когда узнаете, что цифры примерно равны. А то даже и больше карбона. И поставщик Trek продолжает не изменять себя. Он возит на территорию России только самые начальные модели. И самое главное, что ценник на эти самые начальные модели очень даже кусачий. Я бы даже сказал не просто кусачий, а очень кусачий, если речь идет про алюминий. Но он вообще становится все более и более дорогим. Тут никуда не деться. И кстати, вы помните, мы в прошлом ролике про велосипедный бренд Trek писали письма в компанию Sportax. Мне они лично ничего не ответили на мое письмо, но может быть кому-то из вас они наверняка ответили. Поэтому не забудьте написать в комментах обратную связь от этой компании, если кому-то она поступила. Вот такой вот у нас с вами получился большой разбор велосипедного бренда Trek Bicycles. Одного из самых интересных на мировой велосипедной арене. Trek имеет в мире реально сильные позиции. И очень жаль, что нам с вами просто-напросто не удается посмотреть вживую на эти суперские классные велосипеды. Как вы помните, данный выпуск является последним в рамках бесплатных. И теперь рубрика про бренды будет выходить YouTube Membership строго два раза в месяц. И стоимость YouTube Membership будет составлять 250 рублей. То есть это по сути 125 рублей за один ролик. И следующей компанией, которую я буду разбирать в рубрике про бренды, будет GT Bicycles. И на самом деле 250 рублей в месяц это объективная стоимость для того, чтобы рубрика имела право на существование и она продолжала жить. Потому что по трудозатратности, как я и говорил, про бренды занимают примерно в 3-4 раза больше времени, чем любая другая рубрика на моем канале. Но нельзя обязательно забывать про подарки. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что я буквально через 1-2 дня буду публиковать новый новогодний конкурс, где будут новогодние подарки от канала Спортрупер. Читайте также эту же статью в Яндекс.Дзене для тех, кто любит текстовый формат. А с вами был Спортрупер и всем пока! А тут уже стакан немного недопил. Странно, кстати. Ну я все же добью.